Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Фалерий Седов. На полную мощность работу областного онкодиспансера сегодня проинспектировали гости из Москвы. Ботинок с сюрпризом. Рязанские полицейские просчитали из воротливых наркодилеров. Внедорожники для наших. Мэр Рязани Виталий Артемов съездил на передовую. Только за прошлый год на реализацию нацпроекта здравоохранения власти направили почти 2 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Именно благодаря этой поддержке построили и ввели в эксплуатацию здание главного лечебного корпуса областного клинического онкодиспансера. Сегодня работу медучреждения оценили специалисты из федерального центра. Областной клинический онкологический диспансер открылся в мае прошлого года. На полную мощность медучреждение вышло уже к концу августа. По словам министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова, новый онкодиспансер позволил реализовать трехуровневую модель работы с раковыми заболеваниями в одном месте. Диагностируют, обследуют и лечат здесь с помощью современного оборудования. Благодаря этому врачи уже достигли высоких показателей в лечении рака. В ближайшее время у нас срок стоит, первый и второй квартал 2024 года, открыть дополнительно в регионе два центра, центра амбулаторно-онкологической помощи. Поэтому мы принципиально выбрали площадку, это город, по сути, север и юг, разгрузив тоже определенные вещи, забрав и диагностический поиск, и амбулаторную химиотерапию, соответственно, тоже на добавочной площадке. За 2023 год врачи-онкодиспансеры уже разработали ряд новых диагностических методов. Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – это часть национальной инициативы здравоохранения. Он помогает в достижении одной из ключевых задач программы по указу президента Владимира Путина повысить уровень продолжительности жизни в стране до 78 лет уже к 2030 году, в том числе и за счет снижения смертности от рака. В 2023 году в рамках реализации борьбы с онкологическими заболеваниями были достигнуты все индикаторные показатели. Это было впервые после введения в эксплуатацию нового корпуса и организации онкологической службы. Мы получили большое количество техники, мы обучили наших врачей на работе до данного оборудования. До центра нам оказывают методологическую поддержку. Представитель Московского онкологического НИИ имени Герцена Ольга Туманова оценила динамику развития онкослужбы положительно. Я лично здесь была в прошлом году, смотрела те условия, в которых работала онкологическая служба. И, конечно, с учетом того, что отстроили новый онкодиспансер, переехали в новый корпус. Это новая возможность для пациентов, это возможность больше принять пациентов, улучшить диагностику, больше операционных и больше оказать помощь. Конечно, это прекрасно. Ольга Туманова также отметила, что Рязанская область лидирует по показателям, которые заложены в нацпроект здравоохранения. Так, например, в прошлом году наш регион занял первое место по снижению смертности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Песочне началось строительство новой четырехэтажной поликлиники. О заключении госконтракта уже заявлено на сайте регионального Минздрава. Работы стартовали на пустыре в районе улиц Сережина гора и Песочинской на площади 17 тысяч квадратных метров. Рядом с участком школа номер 75 и детский сад номер 27. Поликлиника на 1200 посещений в смену. По информации Минздрава, строительство рассчитано на 2024-2025 годы. Стоимость госконтракта больше полутора миллиардов рублей. Минздрав сообщил, что в этом году на строительство поликлиники направят более 365,5 миллионов рублей из федерального бюджета и более 230 миллионов рублей из областного. Проверку следственным комитетом загрязнения рек под Рязанью поставил на контроль лично Бастрыкин. Неизвестные выбросы в клещевую и вожу могут нести угрозу окружающей среде и здоровью людей. Напомним, вода в речке Клещевой стала черного цвета. Далее она спускается в вожу и вакуум. О фактах сброса неизвестных отходов в реке Рыбновского района ранее рассказывали местные рыбаки. Выбросы могут нести угрозу окружающей среде и здоровью людей. Как сообщает инфоцентр СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате. Исполняющий обязанности руководитель регионального управления Алексей Медведков должен будет предоставить федеральному руководству доклад о том, что удастся выяснить. В региональном МВД рассказали сразу о двух эпизодах задержания лиц, связанных с распространением наркотиков в Рязани. И пусть обе новости появились на этой неделе, закладчиков, разумеется, взяли раньше. Начнем с довольно курьезного случая. Оперативники задержали мужчину, который прятал метадон в ботинке. Полицейским стало известно, что в Рязань приедет закладчик нелегального интернет-магазина. Заметили гостя на улице Дзержинского. По всем приметам подходил практически идеально. Остановили, досмотрели. В одежде оперативники никаких веществ и запрещенных предметов не обнаружили. Даже мужчина уже начал говорить, дескать, перепутали вы меня с кем-то. Но тут, видимо, в ход пошла дедукция. Оперативники обратили внимание на его обувь, которая явно была ему великан, и предложили разумиться. В одном из ботинок находилась упаковка со свертками-закладками в количестве 44 штук. Согласно следованию, проведенному в ЭКЦУ МВД России по Рязанской области, в свертках содержался метадон общей массы более 17 граммов. Злоумышленником оказался 22-летний гражданин из среднеазиатской страны. Работал в нелегальном интернет-магазине курьером-закладчиком. Оперативники говорят, что это его первая и последняя командировка в Рязань. Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по статьям покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас он в изоляторе временного содержания, решается вопрос об аресте. Оперативникам же предстоит распутать всю цепочку куратор-курьер и найти других участников преступной группы. Другое же уголовное дело менее изобретательно, больше силовое. Оперативники УНК ОМВД получили информацию, что 32-летний житель села Перкино употребляет синтетические наркотики и, возможно, хранит их в своем коттедже. С целью проведения обследования в доме полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии прибыли в данный населенный пункт и задержали сельчанина вместе с его 25-летним гостем, жителем Рязани. При личном досмотре у ранее судимого рязанца полицейские изъяли более 2 граммов синтетического наркотика. В коттедже оперативники нашли несколько необычных свертков. Внутри синтетика массой 38 граммов, говорят эксперты. Рядом приспособления для их употребления. В отношении хозяина дома и его приятеля, следователями отдела МВД России по Спасскому району, возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретения и хранение наркотических средств в крупном размере». Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Морепродукты из Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. Продолжаем помогать нашим подразделениям в зоне СВО. В минувшие выходные встретился с командирами и бойцами двух сформированных в Рязани полков в Херсонской и Запорожской областях. Так написал на своей страничке в соцсети мэр Рязани Виталий Артемов. Он выложил видео по итогам поездки. Волонтерский десант высаживается прямо в расположении полков из Рязани. На этот раз это не просто гуманитарка, а груз более масштабный. Два квадроцикла, четыре квадрокоптера, 56 коллиматорных прицелов, генераторы, строительные материалы. Птичек и электронику закупило городское отделение единороссов. Гуманитарную помощь собирали городские тосы и прихожане городского храма иконы Божией Матери Всецарица. Но главное, военные получили еще два внедорожника повышенной проходимости. Необходимые вещи бойцам лично вручил мэр Рязани Виталий Артемов. Кроме того, бойцам передали и письма, написанные рязанскими школьниками в преддверии 23 февраля. Для меня, командирами наметной батареи, это прям очень хорошо. В связи с тем, что действительно есть проблемы в таких машинах, так как не всегда возможно на передний край подвезти боеприпасы. Поэтому сейчас мы будем на этой машине более оперативно подвозить больше объема боеприпасов, соответственно, больше будем выполнять боевые задачи. Огромное еще раз хочу вам сказать спасибо. О том, что Рязанская область поддерживает участников СВО не только на передовой, но и в тылу, совсем недавно говорил и губернатор Павел Малков. По его словам, поддержка бойцов стала для региона по-настоящему общенародным делом. Мы с вами, уважаемые депутаты, с первых дней специальной военной операции разработали адресную систему помощи для наших воинов, для их близких. Широкий спектр разных мер. Тут и кураторство над семьями персональные, выплаты, льготы, преференции, оздоровление, юридическая, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и многое другое. У нас сейчас в регионе действует более 60 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 46 региональных мер. Впрочем, этот список не конечный. Система, что называется, живая, вполне подвержена изменениям. Как, например, произошло с льготами по транспортному налогу для участников СВО. После обращений их родственников меру продлили также на вдов и родителей погибших бойцов. Родители, к слову, скоро получат право на бесплатный земельный участок. В Рязани стартовали онлайн-уроки по финансовой грамотности среди молодежи. Ориентированы они в основном на школьников. Как проходят взрослые уроки для самых юных, расскажем далее. Есть? Сергей. Акции, может быть, в СВО. Вопрос про акции, кажется, совсем не для школьников. Однако ребята в нем разбираются. У некоторых акций уже есть. Так что вопросы финансовой грамотности ученики старших классов осваивают и сами. Онлайн-уроки по финансовой грамотности – это проект Банка России для учеников школы СУЗов. Он позволяет до каждой школы, в том числе сельской местности, достучаться профессионалам финансового рынка. Там есть преподаватели от Банка России, от Министерства финансов, хорошие преподаватели от финансового рынка. Занятия рассчитаны на школьников с 6 по 11 класс. Ребятам помладше рассказывают про историю денег и страхования. Школьникам постарше и темы посерьезнее. Основы инвестирования, как работает инфляция и даже как начать свой бизнес. Чем интереснее сделать встречу с ребятами, чем больше нестандартного, интерактивного привнести в беседу, тем больше качество знания, тем лучше материал будет усвоен. Поэтому, на наш взгляд, онлайн-уроки дают богатый материал для того, чтобы ребята усваивали трудные вещи. На выбор 24 темы. В большинстве своем они посвящены повышению финансовой грамотности. Школьников научат распоряжаться личными финансами, выбирать и рационально использовать финансовые инструменты. Предоставят необходимую информацию по теме страхования, налогов и пенсионных накоплений. Второй цикл называется «Моя профессия». Здесь можно больше узнать о работе финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Я вообще за спиральное образование. Нельзя сразу выучить и на всю жизнь запомнить. Чем больше это будет повторяться и расширяться, тем глубже эти знания останутся внутри человека. В прошлом году в онлайн-уроках по финансовой грамотности приняли участие больше 46 тысяч рязанских подростков. К занятиям подключились все рязанские школы из СУЗы. Текущая весенняя сессия рассчитана до 19 апреля. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Комчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 февраля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин